Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов, смотрите в нашем выпуске. Более 20 тысяч человек в нашей республике уже сделали прививку от коронавируса. Вакцинация – один из самых эффективных способов создания коллективного иммунитета. 60 килограммов макулатуры спасает целое дерево. Советский лозунг актуален и сейчас. Активисты ВНФ организовали сбор макулатуры. Сохранение родного языка – это главная тема встречи студентов и школьников с докторами наук, которая прошла в Национальной библиотеке. Народный писатель Карачаево-Черкесии Сакопаев избран в член корреспондентом Российской Академии естественных наук. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял решение в преддверии Дня Победы выдать денежные средства в размере 50 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам фашистских концлагерей. По решению Рашида Тимрезова в республике открыт телефон горячей линии по вопросам здравоохранения. Вопросы и обращения принимаются по номеру 8 800 201 26 70. В нашей республике от COVID-19 прививились более 20 тысяч человек. Вакцинация – самый надежный способ защитить себя и окружающих от болезней и осложнений. О том, что жители нашей республики осознанно подходят к прививочной кампании, говорит само число прививаемых в день, а это порядка 150 человек. Отделение по проведению вакцинации на базе Черкесской городской поликлиники посетила наш корреспондент Александра Коваленко. Задать доктору заготовленные с вечера вопросы – это главное, что необходимо сделать перед прививкой, считает Екатерина Пономарева, зачитывая их терапевту с листка. Утвердительное решение женщины пока еще граничит с волнением. А все потому, что мне уже 72 года, рассказывает она. Но после беседы с терапевтом волнение отступает. Для вакцинации нет ни единого противопоказания, отмечает врач. Я решилась на прививку, потому что сама, конечно, не болела ковидом, но много людей и молодых, и пожилых помирало. Поэтому я решила прийти и сделать прививку. Ежедневный контакт с учениками и утвердительное решение прививаться принимает учитель физики Адемур Хансонов, которому не так давно исполнилось 82 года. Заполнив согласие, пациента осматривает врач-терапевт. В ходе сбора анамнеза выясняется, что хронических заболеваний нет. Сатурация 96, артериальное давление и температура в норме. Доктор дает направление в процедурный кабинет. Многих слушал, но в последнее время по нашему телевидению выступал в радио довольно большое интервью у Даурова Бориса. После вакцинации каждый пациент находится под наблюдением врача в течение 30 минут. А в ходе беседы доктор рассказывает о возможных реакциях, которые могут возникнуть в первые дни после прививки и о которых не стоит тревожиться. Это может быть небольшой подъем температуры. Першение в горле, общая слабость. Мы всегда оставляем свой контактный номер телефона. Вот вы видели, что мы оставили номер телефона, а мы всегда на связи. И мы консультируем таких пациентов. Люди идут с желанием, потому что все-таки наслышанно, увиденно, нет помнительной семьи, которая не затронула наш коронавирус. Есть здесь и противопоказания. Это беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет. Признаки ОРВИ, обострение хронических заболеваний, лучевая терапия. И если нет подобных противопоказаний, то в городской поликлинике Черкеска привиться от новой коронавирусной инфекции может любой желающий житель и гость Карачаева Черкесии. Для этого необходимо иметь желание, паспорт с НИЛС и посетить 15-й кабинет. Также врач-терапевт высшей категории Гюзеля Айбазова рассказала, что маломобильным гражданам, желающим получить вакцину от COVID-19, необходимо сделать заявку участковому терапевту по телефону. Выезжаем, также соблюдая все холодовые цепочки, мы делаем на дому. Медсестра-врач также делает осмотр, соблюдает анкету, согласие, анкету. И мы по показаниям, как говорится, если нет противопоказаний, то на дому проводим вакцинацию. Вакцинация против COVID-19 проводится в два этапа с интервалом в 21 день. И на повторную прививку медицинские работники приглашают пациента, сообщив дату приема по телефону. Также врачи отмечают, что вакцина в наличии есть всегда. Процедурный кабинет работает без выходных и в праздничные дни с 8 часов утра до 6 вечера. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 924 человека. Из них 19 812 выздоровели, 146 госпитализированы. Студенты, школьники и волонтеры. Всего около 300 участников приняли участие в экологическом мероприятии. Они собрали более пяти тонн макулатуры. Организатором выступили активисты Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии. Пунктом сбора стала 8-я школа Черкесии. В ходе погрузки макулатуры отобрали книги, художественную, классическую и современную литературу. Их передали в дар библиотеки в доме престарелых. Средства от реализации макулатуры направят на закупку саженцев, которые посадят в общеобразовательных учреждениях Черкеска. В этом году отклик вообще не бывалый получил. То есть, все-таки, как мне кажется, ковидные ограничения сказались. Люди засиделись дома, соскучились друг по другу. И вот как-то мы кинули клич, а все отозвались. Не перестаю повторять, что совместные акции, они в разы, в десятки раз приносят эффекта гораздо больше. И это позитивно, конечно, скажется на природе. Это самое главное. МЧС предупреждает, в течение трех дней в Карачаево-Черкесии выше 2000 метров ламина опасна. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильные осадки и град. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 15-19. Ночью в горах до 25 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 11, днем 21-26 градусов тепла, в горах местами до плюс 17. В Черкесии ночью без существенных осадков, в конце дня кратковременные дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 11-14. Температура ночью плюс 9-11, днем 24-26 градусов тепла. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком! Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой в рамках недели литературы, культуры и науки кратчайского народа прошла встреча студентов колледжа и старшеклассников с докторами наук в различных сферах. Основная тема – встреча и сохранение родного языка. Репортаж Светлана Гирюгова. До начала конференции всем гостям представили выставку, на которой были произведения карачаевских писателей и поэтов, книжные памятники и печатные издания СМИ. Также были представлены картины художников. Помимо этого состоялось открытие Дня культуры и науки карачаевского народа. Сегодня Государственная национальная библиотека, проводя вот эту работу, декаду литератур народов Карачаева-Черкесии, сегодня в данном случае говорим о карачаевской литературе, искусстве, культуре и так далее, мы имели в виду, чтобы мы вот так собрались и решили вопрос, как нам быть дальше, как сохранить, как приумножить духовное богатство нашего народа. Это принципиально важно на этом этапе 21 века. Также была отмечена работа по сохранению культурного и духовного богатства Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Работниками проводится очень много мероприятий, на которых часто присутствуют школьники города. Им рассказывают о выдающихся деятелях науки нашей республики. В ходе конференции все выступающие отмечали важность сохранения родного языка, ведь с ним связана культура и история народа. Очень важным направлением работы является сохранение, внушение молодежи, любви к родным языкам. Вот я всегда говорю, занимаясь вопросами этнической психологии, язык, знание языка – это естественное состояние психики человека. Это входит в структуру «я» концепции и идентичности. Это такое гармоничное состояние. И если человек не знает свой родной язык, культуру, у него нарушается эта идентичность, это «я» концепция, самосознание, осознание самого себя. Также было отмечено, что работа в данном направлении не будет прекращаться, ведь с каждым годом увеличивается и количество книг, написанных на родном языке. Все больше организаций обращают внимание на эту проблему и проводят различные мероприятия с целью популяризации родного языка. Кроме этого, на базе образовательных учреждений часто проводятся встречи с писателями и поэтами. Аслан Гирюгов, Ислам Урума, Вести, Карачаева, Черкесия. Приятная весть пришла из Российской Академии Наук. Избраны четыре человека, члена корреспондента Российской Академии Естественных Наук, представители Москвы, Татарстана, Севера и Карачаева, Черкесии. За писательское мастерство, плодотворную творческую деятельность и за публикации в литературном жанре журнале, который считают эталоном, пройдя все три этапа обсуждения, наш земляк автор многих книг Исаака Паев избран член-корреспондентом Российской Академии Естественных Наук. Для самого Иссы Суиновича это стало приятной неожиданностью. Для меня было неожиданно, что такое произойдет. Просто я думал, какие-то сведения у меня собирают, попросили заполнить анкеты. Оказывается, уже дело свершилось. При Российской Академии Естественных Наук открыли отдел для литературы, для писателей. Ну, это как на Западе академики словесности существуют, у нас тоже, значит, наподобие этого. Конечно, да, газовое, написать новые книги, пересмотреть, может быть, даже все свое творчество. Ну, я думаю, с помощью, значит, коллег, с помощью общественности мы поставленные задачи выполним. Как можно отобрать мяч, не трогая соперника? Конечно, сила мысли здесь не поможет. Для этого необходимы скорость и ловкость. Именно эти качества продемонстрировали участники фестиваля по тэк-рэгби, который прошел в Черкесске. Альбина Ламкова подробнее. Смысл игры в том, чтобы занести попытку в зачетную зону. При этом у игрока мяч запрещается отнимать. У каждого из участников вот такие пояса и прикреплены на липучках ленточки. Они называются теги. Нужны для того, чтобы срывать их во время игры вместо мяча. Как только повязка будет сорвана, игрок должен немедленно остановиться и отдать мяч партнеру. Если за четыре попытки команда результативно не реализует атаку, мяч переходит к сопернику. Играют. Море адреналина, море интереса. Много болельщиков с разных школ, пришел посмотреть. Кто-то видит это первый раз, кто-то уже играл. Судя по эмоциям и выражениям, детям очень нравится. В фестивале по тэк-рэгби приняли участие школьники Черкеска. Всего 10 команд. Умар Набшев из третьей школы Черкеска. Он отметил, что тэк-рэгби стала популярным среди его сверстников. Я очень люблю играть с мячом. Можно сравнить футбол и рэгби. Вот, например, в футболе нужно играть ногами, забивать мяч в ворота. А тут нужно взять мяч и донести до линии. Умар, скажи, какой вид спорта тебе больше нравится – рэгби или футбол? Рэгби, потому что он азартнее, веселее и безопаснее. В тэк-рэгби играют в основном дети и подростки, так как это более безопасный вид спорта. При кажущейся простоте игра очень интересная. За счет тактического мышления игроков здесь применяется не сила, а ловкость. Тут интерактивная игра. Я очень хотела, чтобы у нас было на физкультуре рэгби, потому что я хочу в дальнейшем стать рэгбистом, тренер по рэгби. И учить, вот как нас сейчас Азамат Русланович учат. С большим удовольствием в тэк-рэгби играют девочки. Родители одобряют выбор ребенка, так как игра абсолютно безопасна и способствует физическому развитию. Мы учимся в 10-й школе, но уходим на поле заниматься в 18-й школе. Ей очень нравится этот спорт. Он нетравмоопасный. Лучшей командой фестиваля тэк-рэгби стал лицей номер 15. Ей подарили и регбийный мяч. На втором месте 18-я гимназия, а замыкают тройку 6-я школа. Им всем вручили медали и кубки. Также за участие в игре все участники фестиваля получили почетные грамоты. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Осколки». Субтитры создавал DimaTorzok